Всем привет дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган 177. Сегодня у нас будет на обзоре карта. Карта для игры, ребят, Спинтайрес. Хоть и Спинтайрес вроде как зарекался, типа не будет больше обзоров на игру Спинтайрес. Ну, знаете ли, проходить мимо карты такого рода. Карта у нас, ребят, называется Запретной Зоне 3. Автором данной карты у нас является Одинокий Странник. Как на карту впихнуты какие-то звуки, какие-то объекты. Короче, все, так скажем, под стать атмосферы Сталкера. Вот. Ну, присутствует громадье описание. Ребят, на самом деле, зачитывать, наверное, я его все не буду. Наверное, за основу возьму, значит, два гаража, которые один без возврата, один лесоповал, пилорам 6, точек разведки 11, сервисные тележки 4, полупрецеп цистерна на КАМАЗе, на старте 5 машин заменяемые. В принципе, все автомобили, ребят, заменил. Вот. Давайте, наверное, приступим. Сейчас покажу, какие машинки я взял для обзора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень шумно. Очень шумно. Давайте мы немножечко как-то уберем звук, что ли. Ну, очень орет. Я чувствую, я сейчас не буду слышать звуков машин. Да, звуки машин прям вообще, ну, не какущие. Ну, зато музыка орет, как резаная. Блин, ну, не знаю, что-то чересчур, конечно, автор перековарничал. Вот, здесь у нас с вами имеется два БДРа я с собой взял. Один вот этот, другой вот этот. Плюс вот этот газон. Не помню, индексы у этого газа вообще этот автомобиль, ребята, от MBIG. Был реализован для версии 25, 12, 15. Вот, сейчас напоминаю, версии у нас игры 0303.16 Spintires. Вот, но тем не менее, давайте попробуем покататься. Хотелось бы безумно прокатиться и на этом автомобиле. Наверное, что-то такое из серии давно забытое, старое, но, в принципе, очень хорошее. Встречают нас вот такие вот ворота с бликующей текстурой. Ну, в принципе, на ход событий особо не влияет, поэтому давайте приступим. Есть ли у нас вид из кабины? А, вот такой вот у нас вид. Не из кабины, а из кабины, да? Ну, да ладно. Поехали дальше. Кстати, обращаю ваше внимание, стоп. Это у меня что, ремка? Да, прикиньте, я не знал, но на этот мод ставится ремка от УАЗа. Прикиньте, реально поставилось, офигеть, а я и знать не знал, что он ставится. А что у нас тут вообще в салоне-то имеется? Блин, а в салон-то не так просто попасть. Ну, да ладно, ничего страшного, я думаю, переживу. Вот, ладно, поехали дальше. В принципе, агрегат достаточно такой интересный, своеобразный, реалистичный, самое главное. То есть, он действительно имеет место быть в реальной жизни. Поэтому я, собственно говоря, его не проигнорировал, а вот и взял, что называется, на обзор. Так, ладно, давайте посмотрим, что... Ручник вообще не держит просто. Я сейчас поставил машину на ручник, а она все равно катится. Так, ладно, давайте посмотрим, куда нам лучше поехать. Ну, наверное, да, сюда, скорее всего, направо. Вроде бы и кажется, что дорога уходит направо, она вроде как прямо, но она, скорее всего, там где-то чего-то загнется. Загнется дорога, звучит как-то странно. Ни хрена тут подъем, короче, я подняться не могу. Постоянно заблокированным дифференциалом, постоянно включенным полным приводом, все равно машина что-то как-то неохотно преодолевает этот подъем. Может быть, надо было с разгончика. Но не знаю, с разгончика или с чего тут надо было брать этот подъем. Ну, в принципе, вот, начинает помаленьку машина подниматься. Вот звуки гитары. Звуки гитары мне лично, честно говоря, что-то как-то не очень нравятся здесь. Они реально очень громкие, очень громкие. Кстати говоря, некоторые звуки мной уже были, встречались мною с карты Объект Дуга. Вот, я думаю, все прекрасно помнят приватную карту Объект Дуга для Спинтайрес 03-03-16. Также эта карта, ребят, немножко забегу вперед. Будет реализовано... Релиз на эту карту будет для игры Матранер. Вот. То есть, в принципе, все будет, но немножечко надо подождать. Так, ладно, давайте, наверное, воспользуемся лебедкой. О, какие звуки у нас здесь стрёмные. Блин, ну не знаю, слышны ли вам эти звуки. Вот в чём беда. Мучают меня смутные сомнения относительно звуков, которые должны слышны вам быть. Потому что что-то как-то, мне кажется, вы нифига тут не услышите. Сделал звук тише, потому что гитара просто разрывает колонки. Разрывает мои уши. Я бы даже так сказал бы, потому что сижу я в наушниках. Ну, по грязи, ребят. Что я могу сказать по грязи? В принципе, достаточно очень так всё суховато. Я не могу сказать, что здесь прям пипец как грязно или ещё что-то. Да, лужица мне встретилась, но она настолько, вы знаете ли, единично пока что. Не знаю, может быть, в дальнейшем их будет больше, этих луж здесь. Но пока что я вижу только одну лужу. О, тут ещё и песенки какие-то. Ну, тоже как-то всё это... Как бы это... Не знаю, не знаю. Какие-то песенки, фигесинки. Так, вот у нас какая-то очередная чумазинка. Преодолевается с лёгкостью. Так, звуки прикольные. Я, конечно, ничего плохого сказать не могу. Так, давайте. Следующая очередная точка разведки. Третья передача газ в пол. Газон у нас тащит реально. Небольшие прогрузочки имеются. Не знаю, карта кэширована или нет, но прогрузки имеют место быть. Ну, в принципе, достаточно много обещающая карта относительно скриншотов, поэтому, я думаю, все вот эти прогрузки можно истерпеть. Так, у нас там какая-то закрытая территория. Что уж на этой закрытой территории будет, я, честно говоря, не знаю. И, знаете, у меня вот... Ну, блин, я, конечно, всё прекрасно понимаю. Спинтайра тяжело забыть. Но всё-таки хотелось бы видеть такого же рода карты и в игре Спинтайра. Ой, фу, Модранер. Вот. Не знаю, почему, но авторы что-то как-то... Некоторые картоделы стесняются, либо не умеют, либо не могут по каким-то из причин пока что эти карты реализовать в игре Модранер. Ну, хотя, вот, объект Дуга, вот эта приватная карта, о которой я говорил чуть ранее, тоже её не было раньше в Модранер, но она теперь есть. Она лично мной уже обкатана, ребят. Запишу отдельный обзор, потому что она немножечко видоизменилась в меру того, что всё-таки эта игра теперь у нас в Модранер, поэтому были небольшие конфликты с объектами. Вот. Пришлось её маленечко изменить. Поэтому карта будет по-новому заобзорена. Кстати, у нас камыши. Это, по-моему, камыши от Психа, да? Если мне память не изменяет. Так, вон она, очередная точка разведки. Блин, ну, конечно, карта эффектная. Я ничего плохого сказать не могу. Всевозможные сторонние звуки наводят на ужас воющие волки. Но гитара реально лишняя. Вот не знаю, как вам, ребят, но мне кажется, гитара реально лишняя, хотя бы потому, что она очень громко здесь играет. Очень громко. Мне просто буквально пришлось на минимум, на минимум выкрутить звук. Вот, сервисная телега, которую нам обещали. Дорога, к сожалению, здесь у нас получается, что тупиковая, что ли, да? Или что это? А, хотя нет, вроде бы есть какая-то вот здесь дорожка. Ладно, давайте в таком случае мы с вами проедем далее. Может быть, дай бог, мы с вами всё-таки ещё куда-то попадём, куда-то проедем. Газон вполне такой, вы знаете ли, вообще офигенный. Можем сказать, никогда до нём не ездил. К сожалению, его нет в воркшопе, но он есть на сайте STMods для версии игры 25.12.15. Ребята, ещё раз напоминаю. Вот, но он идеально работает и в игре версии 0.3.0.3.16 с Пинтайрес. Вот она, сервисная телега. Кому она нужна, не знаю. Вон там у нас, смотрите, шишига типа потонула, ей там очень плохо, там всё вокруг неё бурлит да пенится. Ну, сделана очень красиво карта, ребят. Ну, не знаю, почему уже, почему же автор не делает на версию игры Madrunner. Блин, ну, очень хотел бы видеть такую картотейку и в Madrunner. Очень мило, она понравилась. О, смотрите, у нас здесь тракторок загружен брёвнами. Кстати, вот эти брёвна со старой версии игры вообще с древней, с 13.04.15, если мне память не изменяет, и ранее вышедшие версии игры спинтайрес. Так. Забуксовали, да? Ух ты, блин, вообще, прикиньте, я даже понижаю обороты, машина не идёт, не знаю, во что мы там с вами уперлись. Сзади мы уперлись в палку, я так предполагаю, да? Да, сзади у нас палка. Как бы мне пробраться-то, ёкарный бабай. Мы ещё, можно сказать, ни черта с вами здесь не открыли. Я думаю, много всяких интересностей есть на этой карте. По большему счёту, мы, наверное, ещё не видели ничего, потому что здесь, я думаю, что имеется городской какой-то массив, который тоже должен каким-то макаром повлиять на всё происходящее на этой карте. Так скажем, изюминка этой карты, я больше, чём уверен, ещё пока что не открыта. Большое количество камышей, здесь тоже что-то всё бурлит и пенится, оно её нафиг. Всякие какие-то там аномалии, фигалии, фиг его знает, куда здесь можно вообще забуриться, попасть. Поэтому давайте будем вот так вот по обочинке, что называется, продвигаться вперёд. не будем никуда мы с вами торопиться. Эксклюзивный мод, я бы даже сказал бы, очень хорошо забытый, а зря. Так, о, смотрите, дорога у нас какая-то здесь пошла. Так, а я вообще хотел вот по этой дороге ехать. Ну да ладно, ничего страшного, я думаю, здесь проедем и с вами. Так, вон она ещё куда-то, точка разведки у нас. Ладно, давайте поплыли. Знак. Смотрите, у нас здесь знак какой-то на вершине стоит, который нас о чём-то здесь предупреждает стопудово. Давайте посмотрим, что это за знак. Стей. Ну, типа, стой, да? Предупреждает, чтобы мы туда не ехали. Но мы оттуда выехали. Мы вот такие вот заблудшие какие-то странники. Приехали оттуда, откуда вообще не надо было. Блин, кстати, у нас здесь 4320 с чем-то стоит. А с чем он там стоит, пока что не знаю. Блин, безумно хочется раскрыть всю карту. Ё-моё, время идёт. Время идёт. Я не помню, включен ли у меня фристайм. Безумно хочется в это верить. А что уж по факту включен. но не включен? Сейчас будем смотреть. А что смотреть-то? Мне достаточно открыть карту. Да, у меня фристайм включен. Вот на 13.00 у меня время заморожено. Во! Мы с вами, ребята, я так предполагаю, подъезжаем к городскому массиву. Вот оно начинается. Будет сейчас очень интересно, я так думаю, здесь. Так, задний ход в таком случае выезжаем на дорогу и едем тогда в город. или что-то там будет. Город, не город, не знаю. Классненько. Очень даже всё классненько. Ух ты. Ну, город, да. Безусловно, город. Так, здесь у нас какие-то ворота. Дальше у нас тоже какие-то ворота. Туда у нас какой-то имеется проезд. Не знаю, нужно ли нам правда туда ехать или нет. Давайте посмотрим на миниатюру, что мы здесь с вами вообще видим. Ну, хотелось бы открыть вот эту точку разведки, а там будет видно. Давайте так, попробуем проехать прямо. Ну, в принципе, карта, ребят, стопудово кэширована. Может быть, не все объекты кэшированы. Я не знаю, но учитывая то, сколько здесь этих объектов в целом, карта, можно сказать, практически не лагает. Ой, куда это я приехал-то? Блин, здесь какая-то тупиковая фигня. Типа заезд сюда какой-то, да? Ну, естественно, все это дело в виде заезда не реализовано здесь, поэтому... О-о-о, а здесь вообще тупик, да? Заборчики, 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 все огоражено. Печальку, печальку. Я, знаете, я начал забывать то, что, в принципе, у нас Пинтайрес еще имеется возможность, благодаря Пинтайрес плюс, отдаление камеры, вот, и, конечно, зря я это дело игнорю, надо пользоваться всеми кощунскими методами, которые у нас имеются в игре Пинтайрес, и, как говорится, они нам пойдут только на руку, таким образом, даже помогут, я думаю, для обзора той или иной карты. Так, пошла вот дорожка у нас какая-то направо, гитарка опять заиграла, шумная, шумная гитара, я ничего против музыки не имею, как бы, есть и есть, как бы, все это, конечно, прекрасно, замечательно, блин, о, а зачем здесь забор выломан, я не понимаю, не понимаю, зачем здесь забор повален, если здесь, вроде как, идет дорога, или здесь повалили забор, а потом проложили дорогу, что ли, да, как-то получается, что ли, так, смотрите, у нас здесь грязюка достаточно такая, эффектная, на третьей передаче, ребят, преодолеваем все это, какое-то грязевое препятствие, грязевое препятствие, неправильно просклонял, вообще, с легкостью, ну и звуки, ребят, вообще трэш, так, с правой стороны опять какая-то у нас постройка заброшенная, так, открыли точку разведки, безусловно, хочется посмотреть, что же мы все-таки открыли, точка погрузки, точка погрузки, ну, в принципе, придерживаясь дороги, мы с вами волшебным образом попадем на точку погрузки, но мне еще так же безумно хотелось бы попасть все-таки не только на точку погрузки, но и увидеть гаражные части, как здесь вообще гараж открывается, гараж открывается, да, о, куда-то мы здесь с вами подъезжаем, о, здесь у нас, вот он лесоповал, автоматическая погрузка бревен, чуть дальше, ребята, вот у нас здесь правее, вон там, козел для погрузки бревен имеется, для режима симулятор, ну, в целом, прикольно, конечно, прикольно, как бы, ничего плохого не могу сказать, вообще эффектно смотрится все это дело, так, дорога куда-то, мне куда-то направо надо, чтобы открыть точку разведки, но дорога идет у нас налево, ну, ладно, давайте попробуем чисто ориентироваться будем на ориентир, нежели на дорогу, блин, а здесь туннель, смотрите, какой-то, о, прикольно, а как мне туда попасть, в туннель-то, я хочу в туннель попасть, блин, а здесь так просто, ты не попадешь в него, класс, смотрите, ребят, туннельчик какой-то, офигеть, да, как нам попасть в этот туннель, так, выкручиваемся, выеживаемся, и пытаемся проехать, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, несет машину, кто-то там чихает, вообще, звуки такие на этой карте, блядь, чего это только нет, каких только звуков здесь вы не услышите, забор здесь до сих пор идет, блин, ну нигде здесь не скочунишь, реально нигде не скочунишь, давайте опять же посмотрим на миниатюру, может быть мы каким-то волшебным образом выедем к другой, к другой точке разведки, ну вполне возможно, блин, как по мне, надо было вообще со спавн набрать, какую-нибудь другую машину, вот к примеру, взять вот, тигренка нашего, да, давайте попробуем действительно на тигренке прокатиться, блин, правда в нем топливо, кулька накапала, 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 написала, без разницы, стреляют, стреляют, ложись, шухер, так, давайте полнопривод вырубим, с целью экономии топлива, о, а там как у нас воды-то много, да, ну ладно, давайте вот до сюда, а потом попробую туда, я все-таки скачу, есть немножечко, врубаем полнопривод, вторая передача, пытаемся заехать на эту горку, тигр, ребят, очень тяжелый, я уж не знаю, сколько он весит, я в файлах не ковырялся, но, в принципе, это чувствуется, что автомобиль очень тяжелый, блин, я чувствую, без заправки-то я особо далеко-то не уеду, очень беда-то, так, а где здесь вообще дорога, дорога, ты где, ну давайте, ладно, чисто по ориентиру попробуем проехать, чисто по ориентиру, ну скорее всего вот сюда нам надо, скорее всего сюда, ну в принципе машина едет, блин, ну топливо, зараза, 26 литров всего, на всего, этого очень мало, для разведки карт, реально очень мало, надо было с табличкой полигона, эту карту обзорить, было бы проще, сейчас клацнул бы, и у меня был бы полный бак, машина была бы отремонтирована, ну в принципе, если сильно на газульку, ребят, не давить, то расход вообще один литр, ну блин, с такой скоростью я очень долго буду обзор записывать, поэтому надо было все-таки ускориться, ух ты, блин, что-то здесь смотрите, настолько все заброшено, какая-то вышка наклонилась, уже у нас тут, на бочок прилегла, да, ой, смотрите, что это у нас здесь такое, типа как аномалия, на самом деле, какая-то, прям смотрите, выжженная земля, какая-то радиация, или бы еще чем-то, я не знаю, прикольно, ну такой материал я, кстати, еще раньше нигде не встречал, и здесь он, в принципе, на карте, так скажем, в одном месте только, так, пробираемся потихоньку, полегоньку мы с вами, будь здоров, кто-то чихает, кто-то хрюкает, чудо природы, покажись, чудо природы, покажись, точка погрузки, вон он гараж, ребят, найти бы еще гаражные части, вот это что ли гаражные части, я понять не могу, что это такое здесь стоит, ну ладно, чуть позже я, может быть, приближу просто-напросто камеру, и тогда будем с вами разбираться, вот до этой точки разведки, едем, может быть, через лесок, прям сразу маханем, а, застряли, застряли, ёкарный бабай, ну-ка, задний ход, давай, не подведи меня, подвел, печально, но подвел, придется только с помощью лебедки, выкозюливаться, выехали, шикарно, ну вот здесь, кстати, поменьше тинт, по-моему, давайте попробуем здесь проехать, в целом, вроде бы, едется неплохо, блин, ну карта сложная, реально сложная карта, ребят, на одном дыхании, и не то, что не пройдешь, ее на одном дыхании, хрен разведуешь, ух ты, ёшкин, матрешкин, что там творится-то, на самом деле, какие-то там аномалии, ребят, стопудово, жалко, нельзя в игре спинтайрес реализовать, знаете, заехал там куда-нибудь, и машина начинает урон получать, например, типа от радиации, или еще что-то, ну хотя, тут, как говорится, не столько машина будет получать урон, как а-ля водитель, да, но, тем не менее, машина-то по барабану, да как же мне тут проехать-то, ну, вроде бы пробрались, смотрите, вон здесь, в принципе, камышек растет, я так думаю, что здесь не глубоко, да, вообще, блин, по щиколотку, вообще идеально проехалось, реально какие-то аномалии, смотрите, вон зима, вода здесь пурлит, кипит, я не знаю, как это правильно назвать, ну, короче, здесь, блин, прям, вон домик, смотрите, какой-то у нас тут вообще, домику совсем хреново, так скажем, ух ты, смотрите, церковь под воду ушла, офигеть, ну, жутковато, жутковато, я ничего не могу плохого сказать, жутковато, в хорошем смысле слова, в том плане, что, подстать, подстать здесь все, вот этой атмосфере, да, атмосферы, так скажем, радиации, сталкера, там, всеми известные игры, сталкер, кстати, игра-то может быть всеми известная, но лично я в ней ни разу не играл, вот, блин, вот во что, во что, а вот в эту игру я не играл, не знаю почему, но может быть оно и к лучшему, учитывая, что на нее забили, кто-то стреляет, что-то тут, ну, блин, очень много лишних звуков, на самом деле, они, некоторые звуки, просто неоправданные, что здесь, кто-то сидит в кустах на гитаре, бремчит, или кто-то выбежал, и давай по мне тут стрелять, из ружья, что ли, ну, блин, короче, не знаю, слишком много ненужных звуков, как можно было, без которых можно было обойтись, почему-то автор их здесь, типа, напиндюрил, так, очередную точку разведки, кстати говоря, мы с вами взяли, давайте посмотрим, что она нам дала, так, ну, подъезжаем мы здесь с вами к точке погрузки, блин, ну, карта огромная, конечно, просто карта огромнейшая, я бы даже так сказал, ну, хоть бы она, там, вроде как, и максимального размера, но здесь на ней столько всего натыкано, нашпиговано, что, блин, с учетом моего желания пока щунить, не так быстро она, ребят, открывается, очень долго проходится эта карта, открывается карта, уж сколько она проходится будет, я вообще боюсь представить, шесть пилорам плюс ко всему на этой карте, то есть, блин, заполнить все эти пилорамы со всеми вот этими гряземесами, со всеми этими приключениями, я думаю, будет не так уж и просто, ой, маленько подвисло, знак радиация, 130-й у нас, смотрите, здесь стоит, чмандык, прикольная картотейка, конечно, да, вот, смотрите, там это у нас что, а-ля пилорама, наверное, какая-нибудь, да, нет, это, скорее всего, гараж, 65-20, это что это у нас? Не понял, это что это у нас, асфальт в воздухе, а, нет, это у нас а-ля плита такая, мне показалось, что это у нас просто материал такой дороги, а нет, нифига, а, нет, КАМАЗ это с топливной цистерной, дополнительное топливо, так скажем, да, так, я не знаю, куда ехать, ребят, вот честно вам говорю, блин, просто без понятия, куда здесь нужно ехать, трудно вообще сказать, еще какая-то заброшка, ой, текстурки здесь что-то маленько бликуют, ну, как маленько, нормально так бликуют, там тоже текстурки бликуют, отдай полуприцеп, и мы тогда откроем с вами гараж, так, сорян за звуки из ВК, так, проезжаем, нифига здесь намудрено, блин, вообще, без 100 грамм, что называется, не разберешься, так, а, вон она, точка разведки, кстати, шикарно, так, очередная точка разведки взята, куда здесь дальше, чего дальше, я фиг, он на этот, вот этот 4320, с чем у нас он там, блин, тоже фиг поймешь, так, это топливная цистерна, да, ну давайте еще что-нибудь откроем, я не знаю, блин, очень долго я, конечно, катаюсь тут, понаставил модов, блин, а ездил, можно сказать, только на одном, реально, только на одном, ну и, в принципе, прикольненький такой, не знаю, правда, что у него там еще по аддонам имеется, но что вот аддон с УАЗика на него ставится, это точно, проходимость у него, средняя, могу сразу сказать, то есть, вот видите, даже вот, вроде бы, казалось бы, не так уж и здесь коварно, да, но при всем при этом, он еле-еле забирается сюда, можно сказать, вообще не забирается, ладно, дай бог мы здесь все-таки, поворачивая колеса влево-вправо, да ну в баню, давайте лебедку, лебедку, давай, 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 да блин, да что ты будешь делать, а, что тут прям с этими грязевыми камушками, прям беда какая-то, фу, выехал, прям даже не верится, у нас здесь мега коварные палочки, фигалочки, жалко, вот нельзя звук громче сделать, вот безумно хочется послушать дополнительные звуки этого автомобиля, тут вроде как за основу взят звук дефолтного Урала 4320, но плюс еще какие-то звуки имеются, и вот блин, послушать мне не удается их, потому что делаю звук громче в игре, тут все орать начинает, пиликать, играть, и я не могу сказать, что здесь все звуки лишние, но блин, в большинстве своем, они не то, чтобы даже лишние, они очень громкие, и тогда я не буду слышать себя, я начну себя перекрикать, и в конечном результате получится вообще черти что, специально, кстати, не стал убирать медиафайл, который идет вместе с картой, благодаря ему у нас здесь приобретается туман, так-то я обычно катаюсь без тумана, без тумана всегда солнце, да, ну, решил оставить, решил специально оставить, чтобы, так скажем, передать всю атмосферность этой карты, то есть, с отсутствием тумана, ну, как-то было бы радужно, радужно и солнечно, не настолько все это эффектно, смотрелось бы просто-напросто, ой, где-то там чего-то налево, блин, надо, ну, я хрен его знаю, тут такая холмина с левой стороны, учитывая, что наш автомобиль достаточно очень, такой, ограничен в проходимости, наверное, не стоит туда все-таки ехать, попробую придерживаться дороги, не знаю, куда я приеду, благодаря этому, конечно, давай, давай, почти выехал, фу, слава богу, слава богу, выехал, ну, давайте посмотрим, ладно, все-таки, ой, ну, тут прям вообще рядом, прям рядом точка разведки, попаду ли я туда каким-то другим образом, я не знаю, ладно, давайте попробуем, все-таки деревья вроде как здесь растут, соответственно, лебедкой я тоже смогу зацепиться, поэтому давайте попробуем здесь подняться, в принципе, в принципе, в принципе, может даже сам заедет, нет, сам не заедет, благо, тормоза хорошие, ручник плохой, вот сразу могу сказать, потому что буквально еще в начале обзора поставил машину на ручник, вот, нет, звуки, кстати, у машины тоже прикольные, скрежет и скрипы какие-то, но вы, к сожалению, их стопудово не слышите, мне кажется, работа подвески, там вот это вот, знаете, тоже как-то оно все здесь отражается в звуках, вон оно, точка разведки, да, блин, опять застряло, что-то прям борьба с этими грязевыми камушками, я не знаю, очень негативно влияют эти камушки на автомобиль, видать, подвеска не очень высокая, она просто вот виснет, эта машина на этих камнях, хотя должна давить их просто, как не знамо кого, фух, ребят, ну я не знаю, ну ехать надо по-любому, вот к этому 130, то есть нам надо обратно спускаться, вот, или же все-таки просто попробовать проехать в обратном направлении, по дороге, а там, глядишь, может где-то чего-то мы и пересечемся, ну в целом-то картотейка-то прикольная, ребят, да, согласитесь, ну а по поводу стрима, блин, ну, ай, по этой карте пока что ничего сказать не могу, сейчас у меня в приоритете, ребят, мод раннер, я это говорю буквально чуть ли не на каждом обзоре, плюс ко всему, ферму сейчас затеял, играть, тоже игрушка, вроде как, раскачалась достаточно у меня так хорошо, вот, поэтому не хочется игнорировать все это, хочется играть во что-то более новое, ну извините, но спинтайрес уходит потихонечку в бытие, как бы оно печально для вас не звучало, для любителей, для фанатов игры спинтайреса, все дружно переходим на мод раннер, и за собой тащим всех этих картоделов, вот как вот этого картодела, который сделал эту карту, карты он делает всегда, всегда, ну без исключения, я бы даже так сказал бы, карты делает он хорошо, вот, и безумно хочется видеть, вот этого картодела, также еще и в мод раннер, не только в спинтайрес, ой, а чей-то у меня защита прыгать начала, алё, посмотрите, чей-то она боковать начинает, ну не защита, а вот этот багажник от УАЗа, куда я тут приехал, зачем я тут приехал, пилку рама, пила рама у нас, ребят, здесь, так, смотрим, а как мне вот сюда попасть, а, ну в принципе, дорога туда у нас вроде как пошла, пила рама у нас здесь не тупиковая, проездная, поэтому будем ехать дальше, горы даже у нас здесь с вами имеются, смотрите, какие текстурки симфонные на горах, да, ух ты, как здесь коварно-то, о, я, офигеть, я даже не увидел эту точку разведки, она где-то там под землей, но я вообще предполагаю, это у нас такой какой-то объект, вот снизу, снизу это у нас объект, а наверняка там под низом, возможно, имеется какой-то еще и туннель, стопудово, как бы это дело уже далеко не первый раз, ну да, вот труба, видите, вот видите труба, это у нас заезд в этот туннель, так, ладно, давайте посмотрим, что мы здесь с вами открыли, а, то есть можно проехать понизу в туннеле, а можно проехать вот здесь вот поверху, ну, вот сейчас мы практически доехали с вами до 130-го зела, он там что ли он где-то, давайте попробуем все-таки доехать, так, вот так вот, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кстати, с нулевым уроном я ездию, еще не на грамм, не надамажил машину, вообще вот этот автомобиль, насколько я помню, он должен, ну, в реальной жизни он должен плавать, вот, плавать он в игре с Минтарис, к сожалению, не может, но зато нехило плавает под водой, ездит под водой, при всем при этом не получает урон, нет, заставить его в Минтарис, конечно, плавать можно, но тогда и все машины остальные тоже будут плавать, охрененно, ребят, я что-то был отчасти с небольшой уверенностью в том, что этот ЗИЛ будет с гаражными частями, вот, но я обшибся, как бы это печально не звучало, пересесть, ЗИЛок у нас полностью отремонтирован, полностью заправлен, в принципе, спокойно можно эксплуатировать его для ремонта и топлива, если вы куда-либо на нем уедете, так, ладно, хорошо, договорились, ну вот у нас здесь еще также имеется прямая дорога к этому вот Уралу, сервисная телега, а вот, кстати, вот еще один гараж, ух, как же мне попробовать до него долететь бы, так, где у нас ориентир, вот он, где-то вот так вот, надо нам туда лететь, давайте попадем как-нибудь мы к этому Уралу, опс, по-моему, я уже перелетел, что ли, ну да, перелетел, где, где, чего, не вижу, а вот, еще дальше идет метка, е-мое, ну нифига, так, а здесь метка заканчивается, да где ж Урал, вот он, ну он с ремонтом, блин, он же с ремонтом, офигеть, да, а где же у нас гаражные части, сервисная тележка, сервисная тележка, сервисная тележка, опять же, топливная цистерна, вот тут, ну вот здесь вот я точку разведки не открыл, и вот здесь я точку разведки не открыл, блин, ну неужели там оно где-то чего-то, ну блин, ну прям писец, какой-то писцовый, если честно, и откровенно говоря, блин, ребят, ну правда, обзор достаточно очень длинный, и я не нашел гаражных частей, я не знаю, где они, чего они, и как они, вот, наверное, это будет до сих пор так, и пока что останется тайной, ну, по крайней мере, для меня, вот, кто эту карту пройдет, безусловно, жду, жду скриншотов в своей группе, прямо тут, где вот я это видео опубликую, собственно говоря, туда скриншоты и выкладывайте, будет безумно интересно посмотреть, посмотреть, где же эти самые гаражные части, можете даже, не то, что скриншот с прохождением этой карты, да, там найдите гаражные части, там и сделайте скриншот, типа, вот они, они вот здесь, вот там, или там, вот здесь, вот где-то, и охрену узнали где, но в целом очень интересно, где же они все-таки у нас есть, ладно, давайте на этом закругляться, огромное вам спасибо, ребят, за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, Vitargan177, данную карту вы сможете скачать, увидев ссылочку под видео, на сайте SDMods, также в моей группе, еще раз спасибо за просмотр, и всем пока!